итак дорогие друзья вот мы и подошли к нашим винтовертам сразу хочется сказать что к сожалению это не все модели которые мы хотели вам представить но это именно те инструменты которые у нас сейчас есть наличие начнем мы с макеты модель dtd 153 максимальный крутящий момент 170 ньютонов максимальное число оборотов 3400 и 3600 ударов в минуту модель пришла на замену dtd 152 dtd 153 же является бесщеточной еще точно моделью поставляется на тушкой также у нас есть комплектация в кейсе поставляется она получается без аккумуляторов ну и зарядных устройств гарантия на макету у нас год принципе добавить больше нечего следующая модель это от фирмы toy dbc 180 с максимально крутящий момента 180 ньютонов два с половиной оборотов в минуту и 3000 ударов в минуту что касается вообще сама фирмы думаю то и не так широко известно хотя принципе известность она свою получила больше монтажным пистолетом газовым а также например есть широкий выбор в плане других аккумуляторных инструментов например как аккумуляторный перфоратор который пользуется широким спросом у электриков либо не знаю там гайковерт их тоевские уже стали более менее популярны сама модель имеет регулировки на панели это три режима маленькая обычно той скорость дальше идет средняя и высокая скорость уже на максимально крутящий моменте а также есть интересная функция это бр также она думаю многим знакомы те кто работают с гайковертами от того чтобы не сорвать саму гайку при непосредственном выкручивании следующие две модели от фирмы devolt это dc 850 который пришел на замену dc 887 но и дc 840 вышли они примерно одинаково единственное многие знают до версии отами dc 850 это ультра компактный винтоверт максимально крутящий момент 205 ньютонов dc 840 это 196 ньютонов хотя один из клиентов мне как-то даже говорю что dc 840 крутит немного быстрее ну мы постараемся это проверить и так есть также здесь панель регулировки скорости здесь же просто ступенчатая регулировка что еще хочется рассказать так это про наши новые 4 амперные батареи дима старая вот она если посмотреть со стороны она вышла немного так шире но на инструменте она чувствуется более устойчивы и здесь же уже не те традиционные ячейки 18 650 21 700 то есть по сути эти батареи являются чуть мощнее этих старых вариантов так следующие модели у нас будет от фирмы зубр это серии профи серии мастер на 20 вольт и на 18 вольт сразу же хочется сказать что это больше как маркетинг то есть мы должны понимать что 18 вольт это идет при полном заряде то есть при полной мощности 18 вольт это же у нас при номинальной мощности примерно можно это сказать когда заряд батареи чуть менее 50 процентов 0 и 50 процентов ранец короче говоря эти 2 2 одинаковых батареи что касается самих моделей то это у нас идет живи бить 250 на 250 ньютонов но иглу 255 на 255 ньютонов что еще самое интересное это единственная модель у нас щеточный щеточный двигателем да так регулировка здесь на верхней панели у нас есть регулировка скорости здесь же пять лет гарантии то есть регулировки скорости нет больше просто как ступенчатая так принципе по характеристикам их более-менее много прошли сейчас мы также проверим оснастку ну и посмотрим сам вес тушки а дальше мы уже проверим их самих действий теперь давайте мы проверим фиксацию сама сама оснастки так первое у нас будет makita так нет быстро фиксации следующий у нас идет оя также нет быстрой фиксации дэвольт есть быстрая фиксация модель 840 а также присутствует следующий у нас зубр нет быстрой фиксации ну и бесщеточная серия профи модель есть быстрая фиксация так а теперь давайте мы измерим вес делать это мы будем без аккумуляторов не измерять вес самой тушки и первая модель у нас будет от фирмы зубр 1 килограмм 45 грамм следующая у нас щеточная модель зубр так тут и одним 250 дальше идет dc 840 наверное он будет самым легким 873 грамм дальше 850 модель 946 то я 80 и makita 919 несколько слов также скажу про эти батареи серии профи и серии мастер как больше для бытового пользования идут инструменты здесь около 20 инструментов если я правильно помню здесь же около 24 либо чуть больше даже как я сказал раньше это больше как маркетинговый ход это 20 вольт батарея принципе почти одинаковые здесь идет даже такой прорезиновый корпус сделан так качественно что интересного они скорее всего это сделали по принципу bosha то есть фанаты больше наверное знаю что у них и серии профи также есть для бытового пользования серия больше на зеленая там также есть инструменты для садового пользования и поэтому зубы решил сделать именно также здесь тоже есть на садовые инструменты например газонокосилки там триммер цепная пила и идут они на 36 вольт то есть 2 по 18 батареек что касается данного аккумулятора на линейке тут для тех кто хочет собрать бюджетную но при этом хорошую коллекцию то по моему мнению именно данная линейка станет неплохим вариантом ведь у них представлено более 20 наименований инструментов там по типу перфоратора болгарки лобзика винтоверта гайковерта и тому подобное моя рубрика экономика не здороваться обязательно салам алейкум я сейчас расскажу про эргономику моя рубрика я буду рассказывать про внешний вид как она в руке сидит как шумит такой тяжеловатый надо эти другие тоже одеть это макита то я то я ческать особо я их не знаю но у них эти хорошие он тормозит что-то такой неплохой вариант сидит вроде нормально они по моему а макита легче вот довольте это пушка конечно но здесь ничего не сравнится руку затягивает мои наши вот эти были на аккумулятор звук меняется доказать они типа мощнее ничего не почувствовал так на по ощущениям ники но этот такой вот же такой трансформер интересное удержать 7 приятнее мне кажется работ это такой аккуратный симпатяга такое чисто следующее это у нас зубр да принципе но самый чужой даже без этого помню только он такой чужой некий но самый дешевый из всех этих вариантов напичканы весь его как бы добавили здесь что лично как 14 понял старая 14 там бампера спойлер что-то добавили к ней вот и так движок такой же был остался 16 копоты следующий у нас зубр профи какой-то духу что он сидит удобно он легкий это морда его не нравится к сильная такая так сидит неплохо не такой прям чужой но вот мои фавориты по эти два альбом альбом вот этот вот он самый такой мужественного ну давай его в руки берешь и ты прям мастер я я хоть не мастер но и взяв его в руки я могу шестую объект взять все уверенно но здесь макита приятно сидит потом тоже он даже легче получим макитовский давать зависимости конечно не работает но эти такие они самые дешевые вот мои фавориты вот эти два и вот он принципе нормально но звук у него это не серьезно что ли собаки не знаю их надо уже протестить посмотреть как они себя поведут в деле но подига мне кажется он самый дорогой но он понятно макита чуть дешевле будет и зубр скорее всего самый дешевый здесь вот они из моих фаворитов из вот этих троих он пальбом сам этим на меня это вообще бандура я не знаю с ним но зачем это неплохой вариант он такой симпатяки в принципе удобный в руках он дешевле даже чем этот если деньги поджимали обновлены его взял бы хотя не дучи ручки довольно берешь уже надо брать такой да с ними ну реально приятно держит руках то я особо не знаю просто из-за этого можно реально хороший как себя покажет вам видно будет но вот моей фаворит они удобные в руке они легкие они звук у них приятные кроме этого у этого не очень эти такие мощные все а сейчас мы перейдем к тесту подсветки для этого мне нужно будет выключить свет ассистент передай мне тою начнем мы стоя и светодиод у той расположен прямо под патроном света мало но я думаю для недолгих работ будет достаточно но если помещение очень темное и работать вам предстоит много то света будет маловато один светодиод и светит ну достаточно прямо не куда-то в сторону в принципе в точку сверления вы попадете следующая модель это у нас макита светодиоды также расположены прямо под патроном но здесь их уже два и свет гораздо больше площадь которую он покрывает я думаю в любом темном помещении с макитой будет удобно работать и даже не тратить без разницы сколько времени вы будете работать все это будет достаточно так свет в принципе нейтральные на глаза особо не давит и не будет раздражать вас следующая модель это у нас зубор серия мастер так его светодиод уже находится ближе к основанию ручки но светит в принципе тоже в точку сверления но включать а нет включается он также дот до начала сверления свет немножко синеватый но я не думаю что это будет сильно мешать работе следующая модель у нас также зубор но уже серия профи светодиод также располагается ближе к основанию ручки света уже меньше чем чем серии мастер но он тоже как мне кажется отдает синевой но светит достаточно освещает достаточно большую площадь я думаю проблем в работе с ним не будет и переходим к нашим фаворитам это devolt 50 модель и 40 модель у них наверное одна из самых интересных подсветок дело в том что здесь 300 диода и расположены они по кругу вокруг патрона света достаточно ярко но есть отличие 50 модель светит более мягким светом я даже сказал что-то ближе к желтому 40 модель имеет белый свет но площадь покрытия у них большая и я думаю что касается того что они светят прямо света прямо в точку сверления это ну сто процентов потому что располагаются они по кругу и вокруг патрона одна из самых продвинутых подсветок я думаю никаких сложностей работы с devolt не возникнет итак друзья сегодня мы проверим винтоверты в деле на закручивание вот такого от крепежа 8 на 200 древесину на скорость заранее говорю то что у нас все аккумуляторы заряжены все аккумуляторы 4 амперный за исключением макиты она у нас 5 амперная так как 4 амперный макитовской батарейки у нас наличие не было мы также решили усложить нашу задачу будем закручивать этот крепеж не вдоль а поперек и вот мы подошли концов мы закончили наш тест теперь хочу вынести свой личный вердикт вердикт такой я лично выбрал бы вот 850 модель devolt самый я считаю мощный самый удобный ну по цене тоже как скажут самый дорогой хотя остальные модели тоже довольно таких себя неплохо показали но если учитывать по бюджету я бы в первую очередь выделил год модель тою то я винтовер по цене качестве что я вам один из оптимальных вариантов всем спасибо за внимание теперь бы хотелось видеть вашу активность у нас комментариях также пожелания и идеи для дальнейших наших тестов какие бы вы хотели видеть тесты от нас мы будем с каждым разом показывать стараться показывать лучше и лучше будем стараться для вас